Добрый день! Сегодня у нас черный ящик. Он большой, но мы такие уже видели. Цифры здесь, конечно, другие. Кубик нарисован похожий, но не такой. Логотип Диан Шенга, Galaxy 10M, магнетик 10х10х10 и старый логотип Диан Шенга. 30 лет спидкубинги, наверное, написано тут. Открываем. Это серия Galaxy M от Диан Шенга. Большие магнитные кубы. Здесь сразу встречает инструкция, как собрать 10х10х10. Мы же не знаем. И что-то здесь написано. По-английски даже. Не смотрел еще. Всякие фишки по сбору, наверное, как 3х3 собирать. Мне не потребовалось. Дальше. Еще раз напомню, что коробка большая. И упакован кубик именно завода был очень хорошо. Сама коробка пришла в обычном почтовом пакете. То есть даже не в картонной коробке от продавца. Но вот эта коробка была в полиэтилене. Дальше. Здесь такая вот поролоновая штука. Смягчающая всякие вибрации и удары. Бокс. Внизу еще одна поролоновая штука. Сразу комплектация. Знакомый нам мешок. Очень большой. Кстати, сравним размеры. Дальше. Черная. Обычная подставка, не брендированная. Тряпочка. И куда же без нее отвертка. Где-то на картинках я видел, что еще смазка должна лежать в таких коробках. Но это уже третий куб из этой серии. Смазки не было ни в одном. Если вдруг у кого-то было, напишите. Сама коробка является очень хорошей защитой для кубика. Бокс. Это еще дополнительная защита. Сам бокс был в полиэтилене. Кубик тоже отдельно был в полиэтилене. И там еще пластиковые такие формочки, которые дополнительно сдерживают колебания вибрации. В общем, если вы переживаете, что кубик до вас не доедет, то зря. Он очень хорошо упакован. Дяншенг молодцы. В итоге комплектация такая же, как и у восьмерки с девяткой. У них абсолютно одинаковые коробки, кроме надписей. И одинаковые боксы по размеру. Единственное, здесь включаются надписи. И форма пластиковой подложки несколько меняется. Но сравним мешочки. Как раз достал от восьмерки и девятки. И мы видим, что они разные. Вот это десятка, а это восьмерка и девятка. Десятка сильно больше. Восьмерка и девятка вроде одинаковые. Десятку материи не пожалели. Так что немножко отличается комплектация. Мешочек крупный. Хотя, возможно, и в это поместится. Сейчас примерим. Есть такие вот бубенчики, которые бренчат по столу. Ну, давайте сам кубик достанем. Бокс точно такой же. Формочка такая. Сюда, наверное, сразу положим тряпочку, чтобы была... Для нее есть место. Кубик. Я все-таки взял с неокрашенным пластиком. Не помню почему. Хотя собирался другой. Но, в общем, взял с этим. Да, кстати, к слову, пока я тут радовался, что ко мне приехала десятка, уже в продаже появилась версия 11 на 11. Стоит дорого, конечно, куплю. Надеюсь, Деншинг не остановится на этом. Я как раз 12 на 12 никакой не покупал. Если будет магнитная версия, ох, будет хорошо и не зря. Сравним по размерам с предыдущими модельками. Получается вот так. 8, 9, 10. А это десятка от Сэнгсо. Ну, тогда она еще была Шэнгшоу. Сравним рядом. Ну, конечно, разница колоссальная. Я не покупал других десяток, ожидая серию каких-то хороших кубов. И желательно магнитных. И вот Деншинг. Его масса 347 граммов. И длина ребра 79 миллиметров. Ну, тут, очевидно, сантиметра на 2 меньше, чем у Сэнгсо. С другими сравнивать не буду. Ну, это вроде бы самая маленькая десятка. Пусть там на доле миллиметра, но все же. То есть, меньше этой десятки пока не сделали. Что же по вращению. Были опасения, что четная модель будет какой-то, наверное, не такой. Все-таки с четными кубами всегда у всех были проблемки. Но, если вспоминать восьмерку, отличный куб. Но для него все-таки есть некая характерная вязкость. Ну, или я так его пособирал много. Девятка вышла. Ну, конечно, потрясающе. Четко, красиво, невероятно приятно. Что же с десяткой? А десятка недалеко ушла от девятки. И вращается очень хорошо и просто потрясающе. Сразу скажу, что не стоит слишком агрессивно вращать этот куб. На первых движениях у меня один элемент как-то между слоев попал. Сдвинулся, но обратно также хорошо вернулся. После чего я сделал несколько сборок и проблем у меня не было. Как бы куб хороший, но наглеть не нужно. Следует вращать аккуратно. Все-таки это 10 на 10. Все как в традициях серии. Напечатанный логотип, вдавленные вот здесь вот канавки, чтобы было удобно хвататься. И приятные, красивые цвета. Я даже еще ни разу не смазывал. Возможно, пригодится. Заводская смазка была неплоха. Сделаем шахматный узор. Тот, который здесь на четных кубах допустим. Так. И с этой стороны тоже. Вращается тихо, приятно, отлично. Ну и естественно, даже не стоило акцентировать внимание, но это лучшая десятка на данный момент. Купил я примерно за 4,5 тысячи на Алиэкспресс. Возможно, сейчас можно взять и дешевле. Отличная десятка. Очень рекомендую. Размер, конечно, самый маленький из тех, что есть. Но это все-таки 10 на 10. И этап 3 на 3 здесь, конечно, помедленнее, чем на восьмерке и девятке. Вот этот размер ступеньки чувствуется. В руках уже держится крупная головоломка. Делаем какой-нибудь ТПР. Уже фингертриксы работают немножко не так. Но все четенько. Иногда кажется, что сила магнитов в некоторых местах чрезмерна. Это вот на средних слоях или даже при вот таких вот слегка неаккуратных вращениях. Но это, видимо, с опытом уйдет и кубик притрется. То есть и руки научатся делать это движение мягче. Если вот так немножко под углом нажимать, то двигается тяжело. Если хоп, то двигается нормально. Ну и когда вот средний слой один выделяемый, иногда может показаться, что тяжеловато. Но все равно это лучшее из того, что есть на рынке. Даже на немагнитных кубах проблемы выделить средний слой были. Особенно вот с такими маленькими детальками. Ну и скорее всего все это притрется. Замечательный куб. Всем рекомендую. Diansheng Galaxy 10M. Проверим мешочки. Сначала, как здесь сидит десятка. Сидит очень комфортно. Даже свободно. Я думаю, в такой мешочке 11 на 11 по месяцу делали его с запасом. Ну и понятна причина, почему сделали новый мешочек. Сюда десятка не помещается. Становится в распор. И в мешочек от восьмерки и девятки не помещается. Девятка же помещается хорошо. Наверное. Кстати, не пробовал девятку. Но не со свистом. Но все получилось. Только положительные эмоции от Galaxy M 8, 9 и 10. Куплю 11. Также расскажу свои впечатления. Пока все хорошо. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.